Итак, в полку личных злодеев наконец прибыло. Сёстры Парвуса готовы нам строить козни, в то время как мы будем отбирать всё, что у них есть новенькое. Для начала вы должны пройти квесты «Война внутри» и «Зовтемп Истарии». Если у вас была катсцена о встрече Парвуса за столом, то вы готовы. Пересмотреть эту катсцену можно в меню «Истории сестёр», как и в случае с Лечами Кувы. Для того, чтобы создать сестру, вам нужно иметь крону Гренума, типа Зенит. Такие выпадают с казначеев на высокоуровневых миссиях в кораблях Корпуса. Затем вам нужно прибыть на один из таких кораблей и запустить испытание Бездны Гренума, потратив крону Зенит. Для этого нужно взаимодействовать с Алтарём в форме Золотой Руки. Само испытание нужно выполнить хотя бы на один ранг из трёх. Советую прихватить Живучего Фрейма и Глефу Зорис, подрыв которой как раз предназначен для этого режима. После выхода из Бездны Гренума с некоторой задержкой появится сестра-кандидат, которую нужно будет победить. Внешне она похожа на казначеев. Будучи в вагонии, она будет открыта к добиванию, а над её головой появится иконка оружия будущей сестры. Если у вас устраивает такое оружие, можете добить кандидата, зажав кнопку добивания, после чего можете заканчивать миссию. Лучше делать всё это в одиночку, ибо в кооперативе только один игрок может добить кандидата. По возвращении, новоиспечённая сестра представится вам. Можно будет осмотреть как её само, так и её оружие, гончую и эфемеру, если такова имеется. Как и в случае с лечами ковы, фрейм-прародитель имеет конкретный элемент, который повлияет на сестру. Этот элемент отразится на типе бонусного урона оружия сестры. Проверить соответствие между фреймом и элементом можно на вики, например. К элементу привязаны и мелочи типа реплик, и способности сестёр и гончих. Ещё от элемента зависят эфемеры, с которой сестра может появиться. Я их кратко покажу. Если вас это не интересует, можете перемотать дальше. Продолжение следует... Шанс появления сестры с эфемерой должен составлять 20%, как у лечей ковы. Эти эфемеры нельзя использовать на компаньонах, арчвингах и стражах, в отличие от эфемеры лечей ковы. По крайней мере, эфемера царина с ними несовместима, а остальных у меня ещё нет. Но с операторами эти эфемеры точно совместимы. Однако вернёмся к сути. Сестра будет занимать конкретный пункт назначения. Вначале это всегда венера. Миссии под влиянием сестры сияют бирюзовым цветом. При выполнении таких миссий вы будете терять кредиты. В отличие от лечей ковы, сёстры не крадут конкретные вещи, хотя кредитов забирают побольше тех же лечей. На этих миссиях уровень врагов будет выше обычного, плюс тут попадаются и гончи и самих сестёр. Они будут опаснее рабов лечей ковы, ибо имеют кучу щитов и способностей, плюс они довольно проворны. Среди их навыков есть разделение на три копии уменьшенного размера, добавление времени отката для способностей и тому подобное. Добивание таких гончиков позволит вам накапливать шёпот для раскрытия реквиемов вашей сестры. Эта же механика используется у лечей ковы. Напомню, что моды реквиема можно выбить, открывая соответствующие реликвии в разломах на крепости ковы. Такие релики выпадают из гончиков тоже. Устанавливать эти моды нужно в паразон, лучше всегда иметь три разных реквиема при себе. Такие моды реквиема можно и купить у других игроков, равно как и реликвии. В целом, скорость накопления шёпота была увеличена, потому процесс раскрытия реквиемов занимает меньше времени, чем раньше. Этому также способствует объединение автоподбора игроков. Например, сёстры первого ранга обитают исключительно на Венере. На миссиях под контролем сестёр они могут и бивиться сами. Шанс этого повышается при выполнении миссий в их секторе, не убийстве гонщих. Когда вы нанесёте им достаточное количество урона, сёстры будут открыты к добиванию паразоном. В этот момент вы можете испытать текущую комбинацию реквиемов на деле, ибо фарм шёпотов укажет вам лишь на сами реквиемы, а не на их порядок. Если вам не повезёт, сестра получит повышение и отправится в следующий сектор. Например, на втором ранге сёстры уходят на Фобос, а на третьем на Юпитер. Шкала их гнева при этом сбросится, потому шанс их появления на миссии будет изначально низким. Всего имеется пять рангов сестёр. Если вам таки повезёт, и вы совершите правильную последовательность из трёх реквиемов, то использованные моды потеряют один заряд, а сестра сбежит на Проксиму Нептуна. Чтобы её добить, вам нужно будет запустить новую миссию для Ролджека. Для этого вам не нужно иметь свой корабль, но требуется вкачать один из модуляров хотя бы до пятого ранга. Официально пишут о модуляре пилотирования. Естественно, нужно также иметь доступ к Проксиме Нептуна, пройдя предыдущее задание. Миссию сестёр можно проходить как в одиночку, так и с другими игроками в автоподборе. Космическая часть миссии заключается в уничтожении двух транспортеров и двух узлов безопасности, после чего вы заходите в корабль. Если сестёр имеется больше одной для убийства, то игроки будут убивать их по очереди в рамках одной и той же миссии. Убийство сестры начинается с уничтожения двух спектров фреймов и гончей, после чего нужно будет нанести достаточно урона самой сестры. Затем при попытке добивания у вас будет выбор, оборотить её или убить. Вне зависимости от выбора, вы заберёте эфемеру сестры, если у неё она есть. Если вы оборотите сестру, она будет иногда приходить на помощь сама по себе, когда вы умираете на миссии. Также такую сестру можно взять в экипаж роллджека и поставить на дежурство для возможности ручного призыва, если у вас вкачана ветка командования. Но для сестры доступна лишь роль защитника, плюс ей нельзя поменять оружие или внешний вид, как и в случае с лечами кувы. Также обращённую сестру можно будет однократно передать другому игроку для сражения с ней в багровом филиале, особой комнате в Дадзё. Если вы убьёте сестру, то вы получите её оружие и гончую в качестве компаньона. Забрать их можно будет в кузнице. Похоже, что за каждую поверженную сестру на миссии игроки получают и чертёж части гончей для крафта модулярного питомца в Фортуне. Эти чертежи можно передавать другим игрокам. Оружие и гончих мы рассмотрим в другой раз, но можно сразу отметить, что для полной прокачки оружия сестёр требуется вложить 5 форм, а гончих придётся улучшать уходулей. Похоже, что у гончих в ранг засчитывается прокачка модели, от которой зависит оружие ближнего боя, которое просто так сменять нельзя. Такая ближка не указана в перечне предметов для прокачки в ранг. Гончих можно сдавать в Фортуне для репутации Соляриса, но для этого гончих всё равно нужно улучшать. К тому же гончие требуют 2 слота компаньонов, как для самой гончии, так и для оружия. Для крафта гончих понадобится новый ресурс, который можно добыть, убивая спектров в бездне Гренома. Напоследок можно упомянуть о парочке новых инструментов, которые добавили с этой обновой, для упрощения охоты на сестёр и лечей. Появился универсальный мод реквиема – Аул. Его можно получить шансом в 25%, когда лич или сестра убегают после совершения вами правильной последовательности реквиема. У этого мода тоже есть 3 заряда, и его можно передавать. А второе приспособление – это новый предмет снаряжения – Ультимативный реквием. Использовать этот предмет можно однократно на миссии Лича или Сестры, что вынудит их появиться для сражения с вами. Получить этот предмет можно с шансом в 25% при убийстве или обращении Лича или Сестры. В итоге всё сводится к сбору разных эфемер, гончих и пушек, для которых доступно слияние, с помощью которого можно повышать долю бонусного урона и тип этого урона, затрачивая пушки одинакового типа. Однако на этом основы фарма Сестёр заканчиваются, потом надеюсь, что эта информация будет для вас полезной. Всем всего, всем удачи и всем пока!